Девочки, у меня очень часто стал сахар по утрам 5,7 быть. 6,2, 6,1, 5,7. Вот что значит не жрать. Не ешьте. Девочки, доброе утро. Погода, конечно, на Кубани. Прямо осенне-зимнее. Второй день нету солнца, а без солнца вообще никак, девочки, все. И до чего листва красиво лежали. Такая была желтая здесь. Желто-красная. Все уже. Дождь шел всю ночь. Плюс 12. На улице плюс 12. В том году вот здесь Рождественский парк. Вот здесь у него как бы граница получается. Вот здесь уже они, листья не убирали, не чистили, но дорожка всегда была расчищена ветродуйками. А в этом году даже здесь ничего не убирают. Я туда даже не захожу, потому что все собаки, все в листьях. Прямо какают писью. Для них это наслаждение великое. В листьях. Вчера девочка вышла одна с двумя детками. Я им говорю, не гуляйте. А дети идут, им надо прямо листья собирать, бегать по листьям, а везде какашки. Ну я убираю зато иди в любую погоду. В любое время года, можно сказать так. Вон желтое дерево стоит. Пальчик мой. Елочки. Еле. Смотрите. Выросли. Маленькие такие были. Вот я заметила, здесь на Кубани очень хорошо растут деревья. Вот веточку, просто веточку вот засунули, посадили. Потому что видела несколько раз, огораживают, посадят и огораживают. И все, и на следующий год, я смотрю, она уже такая крепенькая. Береза там была, знаете, такая вся в разные стороны. Прям худая такая была. Я думаю, господи, сломают, наверное, ее. Стоите, идем в этот раз. Она такая уже огромная. Прям хорошая такая, что уже не сломаешь. Буквально вот год прошел. Вот эти прям елочки были, такие хиленькие, маленькие. Их посадили. Сейчас скажу, девочки. Тут табличка есть. Посажены. В семнадцатом году. Оптовая промышленная палата. В мае семнадцатого года. До пять лет, да? Пять лет им. Они вот. Видите, какой ствол уже хороший. Прямо. Единственное, их какая-то моль ест. Все время паутины на них летом. Дождик накрапывает. Еще мне жалко, знаете, вот это дерево, девочки. Вот это дерево. Оно такое прям красивое. И оно засыхает. Оно уже старое. Засыхать начал. У него очень хорошие, такие интересные для поделок, такие стручки. Видите, усыпано все стручками. Сейчас покажу поближе. Вот этими стручками усыпано все. И оно с шипами, это дерево, девочки. Вот оно старое, уже старое, пристарое. Дерево с шипами. И там молодой еще есть. Я видела такое же растет дерево. Подальше молодое одно. Вон щипы, видите, какие щипы на нем? Ничего не видите. Ладно, девочки, идем дальше. Идем, девочка, дальше. Пойдем погуляем сегодня по лесу маленько. Мы каждый день гуляем. Но я вообще вас не беру. Я айфон перестала брать с собой. Не беру и все. Без айфона как-то. Куда ты? Куда надо? Все, надо, встал, все. Куда-то надо. Куда-то хочет. В лес не хочешь, что ли, идти? Ну как, надо походить, погулять, пописать надо. Никого нету, ни собачек, никого нету. Вот как, вот моя мордаша. На Яндекс.Зен сегодня написала. Девочки, проснулась сегодня в 4.30. Все, и Тетька разбудила. Не знаю, не знаю, что. Проснулась. И не могла уснуть. Не могла уснуть. И все, думаю, да, и зайду на Яндекс.Зен. Написала статью про Тедю, про мопсов. Если интересно, буду свои впечатления о этой породе писать. Сороки. Какие большие, крупные сороки. Девочки, белочек мало стало. Стало мало белочек. Все, вот он пошел. Все, он пошел. Все. Все, в лес от Эдени не пойдет. Стало мало белочек. Вот, знаете, прямо раньше, знаете, штук 4-3 там. Мама там, детки бегали, прыгали. Сейчас одна белочка вот скачет. Одна там, одна здесь. Это просто кошмар какой-то. Их сойки гоняют, белок. Белок гоняют сойки. А вообще белки тоже же они это. И яйца таскают у птиц. Вот как раз повел меня поговнуть. Сейчас где-нибудь встану. О, Господи, Боже. Я не могу вот над этими вот мужчинами. Потихонечку. Потихонечку. Особенно пожилые. Нельзя пожилым бегать. Нельзя. Нельзя всю жизнь сидели, лежали на диване. А вдруг решили заняться бегом. Ходьбой можно ходить и быстро. Нет, бегать надо. Вот, отжиматься надо. Вот, видите, отжиматься надо. Я уже сколько раз видела, когда плохо становилась мужчина. Они красные, как рак. Молодец. Молодец. Все у вас здоровье есть. Отжиматься, пробежать, да еще дышаться. Ох, сороки толстые, красивые сороки. Прям красивущие. Ох, ох, кокосик. Кто идет? Кокосик идет. Кокосик идет. Айда, кокосик, айда. Ох, этот кокос. Айда, где Тедик, да? Где Тедик, айда? Вот Тедик ходит. Айда, кокосик. Так, сейчас будет война. Сейчас будет война. Отпусти его, пусть он поздоровается. Отпусти его. Вот он хулиган. Вот он хулиган. Вот он хулиган. Вот он хулиган. Да он не укусит его. Да не укусит, не укусит, не укусит. Нет, не укусит. Он всегда так делает. Он защищается. Они же в одном подъезде живут. Ох, кокосик этот, кокосик. Хулигансик какой. все и все и все ему больше . не интересен все это он так и себе заявляет он так здоровается стыдем что-то унюхал ты здесь да что-то унюхали какая-то девочка здесь была какая-то девочка была здесь интересная ох боже мой мальчишки эти мальчики школу же пришла во вторую чон хулигане до кокосик ох он кокосик какой кокосик ухи дурачинка сейчас будет за ним ходить туда сюда ой какие они смешные как в детском саду как в ясельках утром у кого какое настроение эти коза не уходит девочки вот какой-то эти коностырный парке не стал гулять потащил меня сюда вот на волейбольную площадку а здесь прямо горы листьев он там дальше и он в них роется прямо с удовольствием везде все метит давно здесь не был ну как давно муж недельку не был здесь и все он вчера сюда порывался я не подняла его он станет как вкупан и стоит куда ему надо было ему оказывается надо было сюда пошли дождь мелкий накрапливать это пойдем пошли домой пойдем наконец-то трава начала прям пробиваться зелененькая такая ох эту траву любили в деревне утки вот на такую полянку сосед выведет уток к вечеру этой поляны нет все вытопрано до земли девочка нас здесь строит небольшой такой торговый комплекс огородили даже все улицу детскую площадку там такая детская площадка зачуханная во дворе от этого дома вот такой комплекс строит столько лет стоял заброшенный участок видимо хозяин там был то ли пожилой человек потому что с территории что было за забором вывезли москвич он сейчас стоит там такой интересный москвич старая машина стоит там дальше электрики вот он вот он шанс девочки шанс идем учиться на шанс учебка наверное идем учиться на шанс чё с ним это делать мы сейчас говорят трудно сдать вообще вообще трудно но сказал мама готовь сразу бабки а бабки бабки все любят бабки а ну и вот потому что здесь комплекс строит торговый комплекс вот вся улица вплоть там до пятерочки далеко там до ресторана павильон и стоят магазинчик и дальше почти ни один не работают нету клиента хочу люди едут по делам чего не будут здесь останавливаться раньше останавливались ну кто в парке гуляла сейчас и в парке не погуляешь вот две лавочки стоят на весь парк девочки все это вообще ужас какой-то и чё тут делать лысо люди от приезжают мы-то не ходим уже сюда а в те годы прямо хорошо ходили там площадка танцплощадка была субботу-воскресенье танцы были и столько народу были аттракцион этот хороший детский был водный особенно когда летом жара а так летом здесь солнце пек здесь делать нечего совершенно вот только беседки настроили беседа я уже показывала беседочек настроен везде беседки 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 а на той неделе я вам показывала срубили дерево знаешь вот это вот вот на этом месте раз два три четыре даже не видно его представьте под самый корень срубают даже не видно и кругом беседки девочки все весь парк беседка голый голый прямо голый парк голый и конечно люди здесь вот живут соседний дом вот напротив здесь это вот как весна начинается в этих беседках начинается просто кошмар какой-то каждую да да и среди недели уже раньше под субботу воскресенье были или праздники а сейчас если и просто в будние дни иногда люди сидят песни они привозят знаете большие такие центры музыкальные колонки ставят такой грохот стоит а чё тут не пить рядом вон пивной пивные магазины хочешь на заводочке пить и не хочу вредить и сидят целый день уже 6 тысяч рублей такая беседка и вот они нашлёпали целый городок страшный страшный городок просто страшный погуляли стоите пришли домой я не поехал ни за каким мясом лёва пришел мама чем пойдем поедем игру забираем карту едьте покупайте сами если я приготовила девочки покушать сегодня печеночку пожарила гречки отварила и куриный бульончик знаете голова девчонки нет свежести в голове кошмар какой-то ночью спала так плохо вообще не то что спала плохо я проснулась рано и весь день насмарку двенадцать покушала и легла девчонки время три часа я сплю третька храпит мастер лежит рядом я в этой комнате на солнышке проснулась сплю прямо все голове сразу просветление это ужас какой-то это какой-то опять то либо гитая будет ничего не хочу делать надо работать работать неохота думаю как хорошо прям лежу балдею стала водички попила в туалет сходила 5 клуба михалыч пришел принес мясо куда те положите вы положили стол подошла посмотрела мясо так и лежит я лежу телевизор включен поменяла постель сегодня такая жизнь стала девочки привела себя порядок начала снимать рекламу вот бывает такое знаете не идет вот не идет и все это запрыгивай 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 на кроватку . запрыгивайся это это любимый это ко мне это на крово . это запрыгивай это на чистую постельку это к маме это сына это надо вставать в улице холодно пошла надо потому что постирать поставить лёву попросил чтоб купил мне для черного видите что творится постель сняла принес все бросил я полотенце тыдин и постирала утром 5 кин и водолазки а футболки хочу мне ее принес михалыч похоже стирал точно михалыч стирал футболку лёву принес перестирать из своей толстушки по-моему это купил или то купил блэк восстановление до ласку ласку пол колпачка полотенце все положила сюда часть которая надо этот один и лежат это мои лежат алиса когда приезжала купалась каждые два часа я положила сюда чтобы не бегать так чуть-чуть восстановление цвета для черного эти крышки не выбрасывали по всем бутылкам подходит так без замачивания на 30 градусов все честно петь потом постель буду стирать платят стыдин так на батарею повешу ко мне кроссовки еще господи господи вот девочки бывает такой день бывает что вообще ничего не охота молодец михалыч думает о маме маленький оставлю кусочек а у меня ничего холодильника нет я вообще перестала мясо есть практически тэдю кормлю мясо не хочу это все перерезал обработал часть вот девочки я сегодня захотела печеночки прям даже не разрезала ее чеснок в самом конце положила и такая вкусная печенка получилась много-много лука долго ее не жарила и под крышечку куриная пленочка сварила и к вкусной греченой каши если честно даже если не хочу такую тарелочку сделаю себе я люблю когда гречневая каша свежая чтобы ее потом не разогревать и пока печенка теплая люблю разогретая не знаю почему тем более шеф-явлив говорит что микроволновку выбросить надо что в микроволновке становится еда мертвая боже мой какая вкусная каша вот каши маслом не испортишь все печеночка немножко но печенку низ михалыч можно снести все будет девочки какая каша вкусная вот и дал вместе реклама девочки секретал заказал один боготворительный фонд рекламы рекламу акции 6 вам покажу